Аль-Каида планировала взорвать посольство США в Анкаре и синагогу в Стамбуле. Правоохранительные органы Турции объявили о срыве планов исламистов. Задержаны 12 человек, в их числе двое чеченцев и двое граждан Азербайджана. Им предъявлено обвинение в организации террористической деятельности. В одной из квартир экстремистов стражи порядка обнаружили арсенал оружия. Было найдено более 20 килограммов взрывчатки. По данным турецкой полиции, группой руководили два человека, которые прошли подготовку в лагерях Аль-Каиды в Афганистане. Американский список Магнитского, вводящий визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, может быть опубликован уже сегодня. Как сообщает Associated Press, он будет обнародован в середине дня по вашингтонскому времени. В список, названный именем скончавшегося в московском СИЗО юриста, попали лица, причастные к его смерти. Впрочем, ссылаясь на неназванный источник в администрации Обамы, агентство также пишет, что в него может быть внесен и глава Чечни Рамзан Кадыров. Кремль уже предупредил, публикация акта Магнитского будет иметь серьезные последствия и негативно скажется на российско-американских отношениях. По данным СМИ, Москва приготовила свой черный список. Сфера, в которой у США и России нет противоречий – космос, по крайней мере, так считает Владимир Путин. Глава Кремля заявил об этом в ходе сеанса видеосвязи с экипажем Международной космической станции. На МКС сейчас находятся, в частности, два американских астронавта. Мне очень приятно, что у нас космос – такая сфера деятельности совместная, которая позволяет забыть про все сложности международных отношений, а выстраивать наши контакты в наиболее перспективной, высокотехнологичной сфере, не думая ни о каких проблемах, а думая о будущем наших стран, о будущем человечества. Госсекретарь США Джон Кэрри проводит встречи в Южной Корее. Официальный визит главы госдепа в Сеул совпал по времени с обнародованием новых данных американской разведки. Согласно полученной США информации, КНДР имеет все возможности для оснащения своих баллистических ракет ядерными боеголовками. Кризис на корейском полуострове стал главной темой переговоров в Южной Корее. Кэрри провел встречу с президентом страны Пак Кэнхэн. Он также встретился с главой МИД и министром обороны Республики Корея. Мы будем защищать себя и наших союзников. Будем стоять рядом с Южной Кореей, рядом с Японией и другими странами. Ким Чен Ын должен понимать, что подобные действия могут привести к серьезному конфликту. Германия и Индия намерены в ближайшие годы углубить стратегическое партнерство и значительно расширить экономические отношения. По итогам прошедших в Берлине межправительственных консультаций подписан целый ряд меморандумов. Не обошлось и без обсуждения глобальных проблем. Об экономических и политических амбициях Нью-Дели мой коллега Владимир Нанянц. Германия должна способствовать быстрому экономическому взлету Индии. В этом уверен премьер-министр южноазиатской страны Манмахан Сингх находится с визитом в ФРГ. Залогом успехов Нью-Дели на международной арене должно стать заключение соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. И тут помощь Германии будет как нельзя кстати. Я попросил канцлера Ангелу Меркель поддержать скорейшее заключение сбалансированного и всеобъемлющего соглашения в сфере торговли и инвестиций. Я также предлагаю Европе продолжить держать свои двери открытыми для специалистов и инвесторов из Индии. Германия готова пойти навстречу, но не без условий. Берлин настаивает на снятии ряда преград, в частности при импорте германской автомобильной продукции на индийский рынок. Решение почти найдено. Индия наконец проявила большую гибкость в диалоге. Это позволит повысить долю зарубежных инвесторов в совместных предприятиях. Нужно постепенно снижать таможенные барьеры в автомобильной промышленности. Канцлер также приветствовал инициативу индийского правительства ввести немецкий в качестве первого иностранного языка в тысячи школ страны. И как бы невзначай напомнило, в вузах Германии в настоящее время обучаются около 6 тысяч студентов из Индии. Не обошлось без обсуждения глобальных вызовов. Евросоюзу необходима поддержка Индии в иранском вопросе. Нюдель – один из основных импортеров нефти, добываемой в Исламской республике. И сумей ЕС склонить индийцев к поддержке санкционной политики Запада, Тегерану пришлось бы не сладко. Аналитики уверены, этот вопрос ключевой в диалоге Индия-ЕС. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. «Обе страны едины во мнении, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Мы обеспокоены тем, что на последних переговорах «шестёрки» по Ирану, которые прошли в Казахстане 5-6 апреля, не было достигнуто существенного прогресса». Несмотря на довольно серьёзные экономические связи, Нью-Дели явно не спешит видеть Тегеран в ядерном клубе, членом которого сама Индия, к слову, является уже довольно давно. «Индия признаёт право Ирана на мирное использование энергии атома. Однако Тегеран обязан выполнить все взятые на себя обязательства по соблюдению договора о нераспространении ядерного оружия. Надеемся, что удастся найти дипломатическое решение проблемы». Евросоюз возлагает большие надежды на Индию как одного из крупнейших рынков сбыта в Азии. А Германия является важнейшим торговым партнёром южноазиатской страны. Наблюдатели уверены, Сингх уедет домой не с пустыми руками. Возможность получить дополнительное влияние на Нью-Дели ни в Берлине, ни в Брюсселе явно не упустят. Владимир Унанянц, RTVI. Сейчас коротко о других международных новостях. Экс-президенту Германии предъявлено обвинение в коррупции. Ранее Кристиан Вульф отклонил предложение прокуроров оплатить штраф, чтобы закрыть дело. Он заявил о готовности защищать свою репутацию в суде. Политик был вынужден покинуть пост в прошлом году после ряда громких скандалов. В Мьянме в результате сильного пожара сгорели дотла более двухсот домов. Трагедия произошла во втором по величине городе страны Мандалае. Огонь за считанные минуты перекидывался с одного дома на другой, которые в основном были сделаны из дерева и бамбука. Около ста нелегальных мигрантов из Африки спасены в Средиземном море. Итальянская полиция заметила судно у берегов острова Лампедуза. Переполненная людьми лодка дрейфовала в море не менее четырех дней. Ежегодно по пути из Африки в Европу погибают сотни мигрантов. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok